Всем привет, ребят! Сегодня будет вскрытие посылки из Китая. Здесь у нас продается ценил в 10 долларов. Подписано Metal Tube. Здесь находится у нас электронная сигарета. Давайте открываем и смотрим, что у нас здесь. Все, посылка пуста. Это у нас Cuboid Mini Joy-Tech компания. Запакована. И также еще испарители не обслуживаемые. 5 штучек. У нас идет от 30 до 70 ватт брал еще комплект испарителей отдельно лотиком. Так как они как бы есть еще в комплекте, там 3 или 4 испарителя. Почему говорю? Потому что у меня уже есть такая сигарета. Вот она. Один в один. Точно такая же. По идее здесь также будет серебряная, да? Да, сильвер, серебро. Давайте скрывать, смотреть, что у нас там лежит. Хороший вариант для заядлых курильщиков. Если кто-то хочет бросить курить или просто перейти на аналог, то это лучший вариант. Ну, как по мне, как я считаю. Вот такая вот блестящая штукенция. Бак с водом. В комплекте у нас куча макулатуры, ненужные. Потом испаритель БФ, который обслуживаемый. Можно менять вату и спираль. Потом также идет у нас еще один испаритель на... Вот идет от 30 до 70 ватт. Следующий идет тоже 3070. Два их в комплекте. Потом от 8 до 20 ватт. Полтора ома. А эти у нас по 0,25 ома. И четвертый испаритель у нас идет от 15 до 30 ватт. 0,5 ома. USB кабель. И, в принципе, сама голова. Здесь у нас идет в комплекте шестигранник один. Два шурупчика, которые регулируют сам бак. Вот здесь они уже установлены. Это как бы запасные. Потом дриптип. Черный, спиральный. Он идет за завихрением. И сама головка. Давайте ее достанем. Вот сама голова. Здесь у нас стоят ринги. Все эти уплотнители. Этот дриптип также достается. Ну, можно менять на спиральный. Вставляем. Здесь два ринга. Получается две резинки. Плотно садится и сидит не выпадает. Ну, и, в принципе, воздухозаборник регулируется вот именно вот этим вот кольцом. Скажу сразу. Я уже пользуюсь ею больше трех месяцев. И в обзоре ее не было, кстати. Я так и не снял распаковку. Что-то мне было лень. Но могу добавить, что вроде качество хорошее данные фирмы. Хорошие моды делают. Хорошие баки. Но все это со временем просто-напросто стирается. Я даже... Идет на выбор идет сразу несколько цветов. Насколько я знаю, там идет черный, потом белый, золотой, сильвер и серый. Я думал, возьму серый. Так как черный, я уже по обзорам смотрел несколько обзоров, черный очень сильно стираются и очень быстро. Ну, думал, возьму себе типа хрома, да, сильвера. За счет этого, я думаю, он не должен был стираться. Но я ошибался. Он все-таки так же вот стирается. Вот видите, вот здесь полностью все протерто. Уже кнопка стерлась полностью. И вот здесь идет хват основной. Также протирается. Вот оно. Вот такое вот, ребят, состояние за 3-4 месяца интенсивного использования. Но мод работает исправно. Никаких проблем не возникает. Встроенный аккумулятор меня радует. Его хватает, кстати, на полдня, полных полдня при интенсивном парении. Не то, что там, знаете, как, например, вы там попарили 2 минутки и только в следующий раз через 2 часа начинаете парить. А нет, постоянно, постоянно парите, то на полдня вам хватает аккумулятора. Аккумулятор я точно не помню, какой здесь установлен. Но, по-моему, 2 или 3 тысячи мАч. Никогда не интересовался. Я купил только ради того, чтобы бросить курить. Но, в принципе, скажу сразу. Это помогает, ребят. Конечно, многие скажут, что проще ни то, ни другое. Не курить, не парить. Просто взять, добросить. Но это говорят только те, кто обычно никогда не курил. И не знает, что это такое. Бак здесь нестандартный, прямоугольный, что очень интересно. Ну и мод включается 5-кратное нажатие на аутомайзер. Ладно, выключаем. Ну, активация, да, идет так. Давай я сейчас покажу, как парит. Парит довольно хорошо, но вкус передает не так хорошо, как, например, какой-нибудь там другой бак, который можно обслуживать. Да, обслуживаем баки. Там, конечно, вкусы получше передаются, чем у необслужек. Скажу сразу, этот бак мне очень нравится, потому что он, ребят, не протекает. Удобная заправка. Заправка у нас идет сверху. Открутили, жидкость никуда не выливается. Если, например, вы не допарили, решили дозаправить. Открутили, заправили, закрутили. Никаких проблем. Так как есть многие баки, которые надо переворачивать, держать, откручивать. Короче, геморрные есть баки. Я не хороший знаток электронных сигарет. Есть отдельные каналы, которые там просто фанатеют от этой вот безделушки. Ну, не конкретно от этой модели, а от различных модов, баков, койлов или как их там еще называют и тому подобное. Скажу конкретно про свой экземпляр, что я им полностью доволен. Просто, что единственный минус, это он стирается. Независимо, какой цвет вы возьмете. Черный, серый, белый или хром, да, грубо говоря, серебряный. Стирается все. Покрытие краски плохое. Экран читабельный, очень хорошо управляется. Быстро перелистывает. Вольтаж и так далее, вата эти, если вам нужно. Режимы также присутствуют. Мехмоды, бипассы, безопасные, да. Потом температурный контроль на никеле, титане. Я в этом особо не стараюсь разбираться. Я постоянно парю на этом, на мехмоде. Ставлю себе 50 ватт. И, в принципе, мне достаточно. Для того, чтобы просто попарить. А не там испускать различные облака, побольше пары и тому подобное. Я не по этим делам, ребят. Поэтому просто советую курильщикам, если кто-то хочет бросить курить, то, конечно, приобретайте себе сигаретку. Будет проще перейти сигарет на электронный аналог. Уменьшать никотиновую дозу и потом полностью от нее отказаться. И, конечно, перестать парить данные сигаретки. Вот так. Что еще могу добавить? Ну, в принципе, стоимость не такая высокая. Ссылка будет на продавца под видео. Проверенный продавец. Уже второй раз беру. Быстро доходит. Две недельки, по-моему, или две с половиной дошло. Также вот еще испарители приобрел. Если брать пачку, то он не по одному испарителю, а пачку. То выходит по хорошей цене. Также есть еще разновидности различных испарителей. На 0,2 Ома, 0,4 Ома, 0,6 Ома, 1,5 Ома, 0,25 Ома. 1 Ом и 0,5 Ома. Я конкретно брал вот этот вот, потому что 3070 это какая-то новая технология испарителей. Вот он лежит, да. Уже стоит не спиралька, а конкретно стоит пластина, которая нагревается и испаряет жидкость на вате. Вот так. В принципе, ребят, сигаретку я советую к покупке. Единственный минус, что я говорю, стирается. Можно также на официальном сайте скачивать прошивки, обновлять сам мод. Но это баловство. В принципе, мод классный. Он такой увесистый, удобно лежит в руке. Но попарить и бросить курить, благодаря такой штучке, конечно, можно. Все, ребят, если видео для распаковки вам понравилось, не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на канал. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok